Итак, Анар. Ну, собственно, начнем то, что называется сначала. Городской совет национальных обществ существует уже порядка 10 лет, если не ошибаюсь, с 2011 года. Вы возглавляете эту общественную организацию. Какие цели и задачи ставят для себя люди, которые объединились, собственно, в эту организацию? Ну, в 2000, я вернусь к истории, в 2010 году, когда я открывал класс на базе 42-й школы по изучению азербайджанского языка и истории, председатель областного совета Каймразов Мираджамалович предложил мне возглавить городскую организацию. Да, с 2003 года, вы правильно отметили, она существует, тогда возглавляла ее Лолита, и в 2010 было предложено мне. Ну, я тогда взял определенную паузу, мы с нашей определенной командой, друзьями пообщались, и самый большой вопрос у нас был в том, что, а будем ли мы полезны Николаеву, будем ли мы полезны национальным обществам, сможем ли мы привнести что-то новое. И когда мы поняли, что мы это все сможем сделать, мы уверенно согласились и поступили к работе. В 2011 году мы объединились, это были первые организации, это была болгарская молодежная организация, греческая молодежная организация, это был Евроклуб Диалог, и начали свою работу. Самый первый наш грандиозный, я считаю, что проект, это был Кубок Содружества, чемпионат по мини-футболу среди национальных обществ, и уже тогда в нем приняли участие больше 11 команд, это были команды из университета кораблестроения, это были команды разных обществ. То есть, та атмосфера, та работа, которая была проведена там на футбольном сайте, дала очень хорошие, позитивные ростки. А в чем именно? В том, что каждая община из года в год начала готовить команду. Мы смогли, там 10-15 человек, которые принимают непосредственно участие в футболе, достать их с улицы, оторвать их от компьютеров и привлечь их к спорту. Это была основная задача среди молодежи. И за основу нашей работы после этого соревнования по футболу мы приняли, что мы должны нести социальную стабильность и помощь каждому представителю национальных обществ, не в зависимости от того, что входит он в городской совет или нет. Ну, несмотря на это, в городской совет сейчас входит больше 16 общин. Это и русские, евреи, немцы, поляки посоединились тоже к нам. Это азербайджанская, армянская, грузинская диаспора. Все они в дружбе и в толерантности работают в городском совете. Когда мы поняли, что надо развиваться, делать что-то новое, председатель Евроклуба Диалога Артем Яковлев предложил очень интересный проект. Такой проект, как «Голос нации». Он проходит, это открытый конкурс среди всех школ города Николаева. В нем принимают участие дети от 6 до 15 лет. Этапы разные в этом конкурсе, но основной этап – это они должны представить культую и песни своего народа. Я вам скажу, что первый конкурс привел очень тоже большой результат. В том, что мы смогли помочь и организовать это так, чтобы каждый представитель национальных обществ смог бы проявить себя, показать свой талант, так как в Николаеве в этом направлении никто и не работал, и не делал. Следующее наше крупное мероприятие – это в 2012-м мы его начали, это выставка. И так как мы за основу нашей работы приняли поддержку и помощь каждому представителю национальных обществ в индивидуальности, эта выставка помогла проявить и раскрыть очень многих талантливых людей в национальных обществах, не в зависимости от его возраста. Участие принимали и детки, которым около 5 лет, и взрослых под 60 лет. Они каждый приносили свои картины, свои подделки какие-то. И получив, что в прошлом году на мероприятие пришло около 500 людей, и мы не могли их даже поместить в выставочном муниципальном зале, мы решили в этом году разделить на два этапа. Первый этап – это европейские организации, в этом участвуют сегодня Венгрия, участвовала Польша, Россия, Болгария и Греция. А второй этап – это будут азиатские и кавказские общества, которые будут принимать участие там. Хочу вам сказать, что как мы проводили эти все мероприятия, мы очень часто привлекали со стороны для яркости, для более проявления национальных традиций, творческие коллективы из других регионов Украины. Это обходится очень недешево, поэтому с 2013 года мы приняли решение о создании своих творческих коллективов на базе Городского совета национальных обществ. И уже буквально в марте, 18 марта, когда Союз Азербайджанской молодежи проводил в НКИ очередной праздник Новый Рус, там дебютировал наш ансамбль, который назвали «Кавказ». А самое интересное, что участие в этом ансамбле принимают не только выходцы с Кавказом. Две девочки, они украинские, парень, он белорус, еще одна девочка, цыганка. То есть мы смогли, вроде бы и создали ансамбль, который назвали «Кавказ», и он должен был, вроде бы, представлять только из представителей Кавказских республик. Но там собрались разные национальности. Хорошо, вот я вас слушаю, вот этот акцент, который прозвучал в конце, он мне кажется важен. Почему? Потому что, ну, собственно, Николаев, он многонациональный город. Ну, так было традиционно, так как бы сложилось, с одной стороны. С другой стороны, мы же все николаевцы, мы все живем в этом городе, мы все николаевцы. Так или иначе, касаются у нас проблемы. Собственно, тут у нас всех единые проблемы. Когда я вас слушаю, у меня складывается впечатление, что вот, собственно, ну, как бы представители национальных обществ, вы как-то так обособленно, вот то, что называется, варитесь там в своем, и вот такого соприкосновения не происходит с широкими слоями николаевцев. Или я ошибаюсь? Не, ну я больше чем не знаю. Сколько всего представителей национальных обществ живет на территории нашего города? Ну, на территории Николаева и Николаевской области 133 национальности. По данным 2001 года, переписи, ну, только русских проживает 96 тысяч, а азербайджанцев 2,5, болгару около 8 тысяч. Ну, это все данные 2001 года. По данным, которые имеем мы, азербайджанцев Николаева и Николаевской области проживает около 17 тысяч. И я думаю, цифры, которые были в 2001 году и которые есть сейчас, они очень сильно отличаются. То, что вы сказали, что мы как-то варимся в своем соку, вы не правы. Я от души могу сказать, потому что мы работаем в городе Николаево. Мы работаем с людьми, которые в 99 случаях являются гражданами Украины. Просто мы постараемся помочь им, гражданам в индивидуальности, сохранить свои корни и показать и проявить себя, что есть такая национальность, ну, допустим, там, греки, что у них есть великая история, великая литература, которую они хотели бы тоже поделиться с николаевцами, рассказать им об этом. И в наших мероприятиях очень часто принимают участие люди разных национальностей. Один из примеров, я вам расскажу, в прошлом году мы провели учредительное собрание Междунационального студенческого парламента. Члены этого парламента более 150 людей. Я могу с полной уверенностью сказать, что там основная масса не представителей национальных обществ, а те люди, которым интересна другая культура, история, языки других народов. Мы с начала этого года начали очень интересный проект «Доступность языков». То есть на базе наших национальных обществ, на базе общин мы создали группы, где могут дети бесплатно изучать болгарский, польский, азербайджанский язык, грузинский язык. Тем самым мы даем новые возможности детям и студентам и соприкасаем их с другой культурой. А у вас интерес есть, скажем, к этим языковым группам? Приходят николаевцы, не грузины изучать грузинский язык, не азербайджанцы изучать азербайджанский язык, например? Ну, давайте я вам скажу, например, по-азербайджанскому. Центр по изучению азербайджанское открыт на базе 42-й школы. По моим данным, последний раз на занятии присутствовало более шести людей, николаевцы. Потому что азербайджанский очень сильно, это тюркские языки, и человек, овладевший азербайджанскими языками, он может свободно говорить не только в Азербайджане, но и в Туркменистане, и в Турции. И вы знаете, что туристический бизнес растет, и я думаю, очень многие николаевцы ездят отдыхать в Турцию, и при этом они могут свободно общаться и с турками. Интерес, конечно же, в основном николаевские студенты все-таки киевропейским языкам. Это немецкий, французский, английский. Ну, к сожалению, английской диаспоры у нас пока нету, но немецкая у нас есть, французский есть культурный центр, на базе которого проводят занятия, и на занятиях участвуют от 10 до 20 детей. Ну вот из того, что вы говорите, и из той статистики, которую вы приводите, нужно понимать, что национальные общины растут, в том числе за счет приезда граждан тех национальных, ну, как бы, вот таким вот образом это все происходит. Насколько этот процесс гладко происходит? Почему спрашиваю? Потому что, ну, там, скажем, в силу своей работы, общаясь там с представителями правоохранительных органов, мы слышим о том, что, ну, есть такая тенденция, что приезжают к родственникам, живут не регистрируясь, ну, и так дальше, и дальше, там, скажем. И сам по себе факт проживания без регистрации уже некое правонарушение, а там за этим еще там некий хвост может выстраиваться. Ну и вот, насколько эта проблема остра? Вот как ее видит, скажем, Совет национальных обществ? Ну, Виталий, вы правы, действительно проблема есть. Но я бы не сказал, что она очень остра. Мы работаем в этом направлении. Самая большая проблема приезжих сюда, будем говорить, особенно со стран бывшего Советского Союза, это языковой барьер. Очень часто приезжают представители разных национальностей, не знающих даже русского языка. Мы со своей стороны стараемся привлекать их в общественную жизнь, тем самым даем возможность их общению с другими национальностями. А общение у нас между собой происходит, несмотря на то, что там 15-16 общим ходят в городской Совет, но мы все говорим на русском языке. Тем самым мы даем возможность им изучать русский язык. То, что касается их легализации, да, действительно, процесс в тот период, когда даже я приехал на Украину, это был 2001-2002 год, и на сегодняшний момент процесс усложнился. Но он усложнился в рамках нормального, я могу сказать так, так как украинское государство тоже выстраивает определенную политику в этом направлении, которая стимулирует и рост Украины, и помогает местному населению жить и работать. Допустим, если раньше, например, гражданин любой другой страны мог приехать на территорию Украины, и мог получить регистрацию от трех месяцев и больше, то сейчас регистрация заканчивается буквально на три месяца. В течение трех месяцев вы должны определиться, будете ли вы оставаться здесь, а если вы остаетесь, то вы обязаны легализации. Легализация происходит, если вы приехали сюда, хотите работать, вы можете открыть фирму, на основании открытия фирмы вы получаете разрешение в центре занятости и работаете здесь вполне легально. Но проблема еще в том, что очень многие представители национальности не знают языка. Они приезжают сюда, сталкиваются с проблемами. Если они приехали с семьей, они сталкиваются с проблемой, устройство ребенка в детский садик, устройство ребенка в школу. При оформлении документов очень часто происходит, что чиновники наши или же даже те же представители национальных обществ неправильно пишут в документах имена, фамилии, ошибаются с буквами. Вы знаете, за период, например, 13-го года на мое имя поступило около 18 таких заявлений, что когда люди приехали сюда, у них здесь родился ребенок, получая свидетельство о рождении, случайно работники ЗАГСа указывают неправильно, букву КГ путают, а потом при поступлении в школу или в детский садик у них возникают очень большие проблемы с этим. Но мы, как представители национальных обществ, как городской совет национальных обществ, повсеместно стараемся им в этом помочь, потому что это основная наша задача. А что восстанавливается? Ну вот мы помним, там тяжелые 90-е, например, или там конец 80-х, 90-е годы. Ну, как раз вот этот момент развала Советского Союза, не все там просто происходило между республиками, достаточно драматические события происходили, и это толкало значительное количество людей переселяться туда, где спокойнее. Да, вот Украина была такой спокойной страной. Что сегодня толкает, вот скажем, ну, я не знаю, ваших соплеменников, например, переезжать из... Как нам отсюда кается достаточно благополучно в Азербайджан, сюда, в Украину, где масса проблем, на самом деле. Что сегодня подталкивает такую эмиграцию? Я вам скажу, бизнес, работа. Это основной фактор, по которому они приезжают сюда. Если, вот мы очень часто общаемся, особенно вот в последние пару месяцев с предпринимателями с разных регионов, которые приезжают сюда, это и Польша, это и Азербайджан, и Турция. Основная причина, при которой они сюда приезжают, это, конечно же, работа бизнеса. Что скрывать, что на Украине рентабельность бизнеса намного больше, чем рентабельность в том же Азербайджане, в России или в Турции. Да, наши предприниматели исследуют и говорят о том, что вот тяжело, вот высокое налогообложение, дорогие кредиты, но давайте посмотрим с другой стороны. Я сам предприниматель, и мне очень просто осуждать на эту тему. При вложении, ну, гривны, вы зарабатываете около 30-33 копеек. Такой рентабельности на данный момент нет ни в Азербайджане, ни в Турции, ни в Польше, ни в Болгарии. Поэтому они все едут сюда для того, чтобы открывать фирмы. Но и украинское государство к ним очень лояльно и хорошо относится, потому что они несут сюда инвестиции. А те люди, которые едут без инвестиций, они, как правило, туда устраиваются на те предприятия, которые уже открыли же свои же соплеменники. Давайте за основу возьмем, например, ну, уже за Азербайджан заговорили, давайте заговорим за Азербайджан. Азербайджанская государственная компания, САКР, нефтяная, с 2010 года вошла на рынок Украины. Они активно строят свои АЗС, активно работают в этом направлении. Я могу сказать, что формирование офиса, головного офиса, который в Киеве, здесь на месте, как правило, процентов 10 это представляют граждане Азербайджана. Тоже вы можете спросить, почему это происходит, неужели у нас не хватает специалистов. Язык. Опять же, мы с вами вернемся просто к языковому барьеру, потому что вся переписка с головными отделениями, которые находятся в Азербайджане и с Украины происходит на азербайджанском языке. Такой вопрос, ну, как бы не могу не задать его. Насколько вот на самом деле мы привыкли, и мы об этом как бы выше сказали, что, скажем, николаевцы толерантны, многонациональный город и так далее, это как бы исторически сложилось. На самом ли деле николаевцы толерантны? Вот, скажем, украинцы, россияне, русские, которые здесь живут, насколько вот, скажем, они толерантно воспринимают выходцев с Хавказа, например? Ну, я с полной уверенностью скажу, что да, Украина одна из самых толерантных государств. А наш город Николаев, я могу сказать, самый толерантный во всей Украине. Ну, конечно, наши зрители смотрят и скажут, а что он еще может сказать? Нет, Виталий, я вам скажу, у меня есть хорошие примеры жизненные. Всегда очень просто говорить из своего личного опыта, если ты это уже проходил. В 2012 году я ездил с делегацией в Азербайджан на Международный форум азербайджанской молодежи, где я представлял Николаев. Там были представители с разных государств. Была и Англия, была и Франция, были Соединенные Штаты молодежи. И когда мы, наша делегация с Украины, рассказывала о том, что вот мы, представители национальности другой, по сути, имеем вот такие возможности, можем проводить вот такую работу, они были шокированы. Они были шокированы и не могли понять, что как, как вам допускается вот работа в таком направлении, как вы можете свободно жить и развиваться. Поэтому я сделал вывод, что Украина одна из самых толерантных. А не бывает ли фактов таких, что вот, скажем, ну, понятно, украинская земля, ну, как вы хотите, но все-таки, можно сказать, где-то чужая для вас земля. И вот вы, объединившись, объединяясь, там, скажем, в общинах, да, не возникает ли конфликта все-таки, вот, давление на местное население? Мы можем слышать такие вот факты, я не знаю, там, вокруг неких торговых объектов и так далее. Вот, например, в вашу общественную организацию приходят с жалобами жителей Николаева, например, на то, что, ну, вот так и так, ваши земляки не очень хорошо себя ведут, может быть, там, с местными жителями. Или с такими фактами вы не сталкиваетесь? Сталкиваемся. Сталкиваемся, к сожалению. Как леднируете на такие факты? Есть ли механизмы воздействия на земляков у вас, например? Есть. Я хотел бы вам сказать такую пословицу, нам говорят, что, говорит, у себя на родине ты представляешь лицо своей семьи, за пределами своей родины ты представляешь лицо своей нации. Мы очень вплотную контактируем с управлением образованием, со школами. Очень часто директоры заучи школ обращаются к нам, что там какой-то ребенок себя не хорошо ведет, шалит, хулиганит на занятиях. Очень часто просто люди обращаются с такими же вопросами, что там кто-то так неправильно себя повел. Со своей стороны, когда мы сталкиваемся с такими моментами, в первую очередь, мы, конечно же, обращаемся в саму диаспору, в саму общину. Призываем глав этих общин, чтобы они встретились бы с этой семьей, пообщались бы и дали им понять, что со своим уставом в чужой монастырь не стоит. Работает это, помогает? Ну, я вам скажу, в 90-м случае да. Я вам даже больше скажу. Есть случаи, когда община принимает решения и выдворяют людей, которые здесь недопопорядочно ведут себя. И такие факты были и в Николаевской области? Именно в Николаевской области. За Николаевскую область мне сложно сказать. Но в Николаеве, да, было пару случаев, когда община принимает решение, что данный гражданин несет негатив. И община собирается, принимает решение, чтобы они просто выехали отсюда. Вот вы говорите, что вы, скажем, живете уже в Николаеве достаточно давно, 10 лет. Связь с исторической родиной, она сохраняется? Ну, конечно, связь с исторической. У меня все родственники остались в Азербайджане. Это и отец, и мать, и братья, все в Азербайджане. Поэтому связь постоянная. Представители других национальных... Я, может быть, говорю не только о вас лично, но вообще, как эта связь сохраняется между представителями национальной общины, которые приехали сюда, а вот, скажем, уже Украина и Николаев, ну, как бы это уже, я не знаю, там, малая родина или там родина сегодня. Но с исторической родиной связь есть? Конечно. Связь любых людей состоит из нескольких частей. Первое. Язык. В любом случае, человек, который поступает в общину, в диаспору, вокруг общины и диаспоры все-таки очень часто говорят на том и одном языке, откуда он родом. Второе. Сохранение традиций и обычай. Каждая община ежегодно проводит все свои праздники и мероприятия. И очень часто они и не освещаются даже в СМИ, но люди собираются, проводят круглые столы, общаются, пекут сладости, готовят те же блюда. Тем самым они сохраняют, конечно, связь с исторической родиной. Это больше память, чем связь. Связь – это такая вот коммуникация, ну, действительно, с родственниками, которые остались. Ну, все же ездят к себе на родину и очень часто. Поэтому, я думаю, связь сохраняется. У вас же есть дети в семье. Да, да. У меня сын, 4 года. Он будет знать украинский, русский или обязательно азербайджанский? Я… во-первых, он, конечно, будет учить украинский. Это государственный язык Украины. Он гражданин Украины. Я очень сильно надеюсь и уверен в том, что он и будет прекрасно владеть и русским, и азербайджанским, и как минимум еще два европейских языка. Я хотел бы в нем видеть образованного молодого человека, который смог бы принести какую-то пользу Украине. Хорошо. Ну, это ваши, как бы, личные планы по поводу, собственно, вашей личной семьи. Что в планах общественной организации в ближайшее время? Ну, помимо, конечно, сегодня мы планируем проведение уже ежегодных мероприятий, как я сказал, за выставку. У нас будет и большой футбольный турнир. Футбольным турниром мы ждем гостей из других регионов. Это же будет… потом мы будем проводить конкурс Королевы нации, который мы проводим уже в четвертый раз. И у нас в этом году запланировано два очень больших мероприятия. Первое мероприятие – это рабочая дата его 7 мая, открытие памятника 416-й мотростряковой дивизии в селе Червона Украинка. Проект, я вам скажу, очень дорогой. Он занимает больше 400 тысяч гривен. Активно сейчас работы идут, и, думаю, мы к 7 мая закончим. Почему именно Червона Украинка? А там происходили основные бои. И почему 416-я Тагановская ее называют дивизией? Эта дивизия формировалась на Кавказе, непосредственно в Баку. В ней служило 11 050 азербайджанцев, 299 русских, 99 поляков. В ней служили армяне, 295 человек. Она многонациональна. И потом происходили в Червоно Украинке основные бои за освобождение Николаева. Поэтому и Червоно Украинка. Проект очень сложный, очень дорогой. Кто финансирует его? Диаспора? Я вам скажу так. Да, когда Совет ветеранов села Червоно Украинка пришел к нам с такой просьбой о оказании помощи, в прошлом году, если я не ошибаюсь, 26 октября мы открывали мемориальную доску в этом селе. И тогда председатель ветеранов выразил пожелание, желание открытия такого памятника. Мы в своей работе всегда стараемся исходить из своих сил и возможностей. Городской совет и в основном все общины, которые входят в городской совет, не получают государственной помощи, поддержки. Мы работаем только за свой счет и за свой ресурс. И когда мы обратились к обществу имени Геида Алиева, хотя у нас в Николаеве три азербайджанские организации, но это единственная азербайджанская организация, которая откликнулась и решила полностью профинансировать этот проект. Собственно, 7 мая. 7 мая, да, будет большое грандиозное открытие, будет приглашены очень много гостей. Я надеюсь, и вы приедете к нам в гости. Да, пользуясь случаем, мы подтверждаем свое участие в этом мероприятии. И второй, самый большой, который мы наметили к концу года провести, мы хотим провести торговую выставку национальных обществ. Что называется торговая выставка? Я бы не хотел, чтобы наши николаевцы путались с тем, что мы проводим на Советской в период фестиваля дружбы. Мы хотели бы привлечь в Николаев представителей разных компаний, которые занимаются торговлей, производством ли, чтобы они могли бы организовать здесь выставку с разных направлений. Что оно даст нам и что оно даст Николаеву? Первое, оно даст, надеемся на это, что оно даст привлечение новых инвестиций. Когда мы начали вплотную работу со студенческой нашим молодежью, мы поняли, что у студенческой нашей молодежи проблема в трудоустройстве. Мы постараемся дать им и рабочие места. Тем самым мы еще постараемся как можно больше порекламировать нашу Николаевскую область. С ее большим, огромным потенциалом, который надо показывать и привлекать. И мы надеемся, что вот этот большой... Участникам выставки, я прошу прощения, вы видите представителей, собственно, других государств? Иностранных компаний. Или, собственно, ваших соплеменников, живущих здесь на территории Украины? Не только. Мы имеем соплеменники, и мы благодаря ним будем выходить на иностранные компании, которые работают в Армении, которые работают в Болгарии, которые работают в Греции. Для того, чтобы они приняли бы активное участие в этой выставке. Чтобы наши предприниматели смогли бы заключить, может быть, с ними торговые договора. На поставку того или иного товара. Может быть, на поставку оборудования. Ведь в Турции, будем говорить, в Китае, есть очень много интересных направлений, которые еще не развиваются в Николаеве. И хотели бы дать новое какое-то начало чему-то. То есть, насколько я понимаю, из того, что вы говорите, организация общественная, но, собственно, занимаетесь не только популяризацией, но пытаетесь сделать такие вот абсолютно конкретные вещи в экономической сфере для нашего города. Давайте по другому тогда посмотрим. Общественная организация. В уставе каждой общественной организации написано, что мы должны защищать интересы и права своих членов. Но мы также должны создавать для них условия для их проживания. Начиная с момента их приезда и легализации, организовывая возможности для обучения их детей, надо же еще создавать и рабочие места для того, чтобы, ну, воля судьбы оказалась, что человек приехал сюда. Разные обстоятельства в жизни бывают. Но если у человека нет возможности открывать свой бизнес, вести свое направление, так, может, мы сможем создать ему и дать возможность туда устроить его? Поэтому я считаю, что это одна из задач общественных организаций. Ведь если проводить параллель с очень многими общественными организациями, которые живут и работают в нашем городе, все они живут и работают за счет бюджета. Мы же делаем все за счет своего Иисуса. Мы вот в прошлом году открыли два центра на базе 45-й школи, Центра по изучению грузинского языка и истории, а на базе 3-й школы открыли класс по изучению греческого языка. Да, есть определенные свои трудности. Первая, конечно, трудность — это с преподавателем. И оплата за оплатой преподавателя. Ну, как правило, диаспора берет это на себя. Мы же на себя в этом году решили, что мы не будем открывать новые центры, но мы постараемся модернизировать тех, которые у нас есть. Модернизация. Сразу же идет оргтехника, мебель. Обращаться в государство. Я думаю, у государства и так своих вопросов и задач хватает. Мы обратились к предпринимателям. Вот буквально завтра мы будем получать первые 7 компьютеров. Они не новые. Мы договорились с банком. Банк то, что компьютеры списывают, они передают нам. Для работы в центре, для того, чтобы председатель или учительница написала бы график занятий, распечатала бы то или иное письмо, компьютер очень хорошо подходит. Также мы с очень многими банками договорились, что они нам в течение 3-4 месяцев выделят мебель. Так это у них пришла вроде бы в негодность, но для нас она еще поспособствует, сможем работать. Хорошо, успехов вам. Монар Ахундов, голова Миколаевской Минской Рады Национальных Германий. Будьте нашим гостям, та відповідав нашим питанием. Дякуюсь на кращу. Успехи вида по вашим. Спасибо.